Всем здарова народ, с вами Кристо Барон. Перед просмотром данного ролика попрошу всех и каждого поставить обязательно лайк. Ну и напиши в комментарии, работал ли ты когда-либо дальнобойщиком и как тебе эта работа. Много ли ты смог заработать, либо же нет. Напиши какой-нибудь комментарий от 4 слов и более. Мне будет очень приятно, ну и также ты поможешь в продвижении данного видеоролика. Заранее хочу сказать огромное спасибо. Перейдем непосредственно к дальнобойщикам. Поговорим на такую тему, как самый интересный, самый, наверное, быстрый способ заработка в свое время. Как сейчас, честно сказать, я не знаю. Но, как по мне, если ты работаешь где-то днем на дальнобое, либо где-то уже ближе к вечеру, все цены сбиты. И заработать на дальнобойщике уже, конечно, не получается. То есть, как раньше, зарабатывать по миллиону в день, а то и по 2 миллиона уже, наверное, не получится. В свое время я помню то, что многие дальнобояли, многие работали, зарабатывали и по миллиону, и по 2, и по 3, и в месяц имели по 50, по 60 миллионов. Потому что играли просто сутками и начинали играть с 5 утра. Могу сразу сказать то, что если ты будешь работать в паре, если у тебя есть, допустим, твой друг, либо подруга, с которым, или с которой ты играешь, то, конечно, у вас получится зарабатывать, возя, допустим, дерево, либо возя уголь, смотря где вы играете. Ну и, конечно же, на пару один везет в порт SF, другая везет, допустим, либо другой везет в порт LS. И вы тем самым сможете заработать нормальные деньги. Но это также не всегда, потому что, помимо вас, есть еще другие дальнобойщики, которые также работают либо в паре, либо просто качают себе скилл, и они могут сбивать, к сожалению, цены. Либо тот, кто просто не знает. Потому что у большинства дальнобойщиков сейчас установлены различные скрипты. И, что, например, в мое время, это года, наверное, 14-15 примерно, да, то есть в мое время такого не было. Никаких скриптов, ничего. То есть мы вводили там траклод, там, или что-то тунлод, тунлод, в общем, все вот эту вот тему. И постоянно загружались, разгружались, в общем, делали просто по красоте. Сейчас такого, к сожалению, уже нет. И я, наверное, единственный, который играю без тракхудов всяких, без всяких скриптов и так далее. Но раньше это было интересно. Раньше даже играли с биндерами, чтобы вы понимали. То есть чисто берешь биндер, биндишь эту команду и играешь просто благодаря ей. Вон какой-то паренек стоит, ждет, чтобы цена упала до 500. Скорее всего, он играет с худом. Но мы попробуем, пойдем отвезти лесочек как раз-таки. Он все-таки по цене еще не так сильно просел, как, наверное, нефть или уголь. Потому что, действительно, они очень сильно сейчас просели. И там цены просто 500-600 за нефть, за уголь столько же примерно. Поэтому это вообще, мне кажется, ни о чем, ребят. Так вот, касательно данной работы, родные, честно скажу, то, что да, на этой работе можно заработать большие деньги. Да, можно заработать миллионы. Да, можно заработать десятки миллионов при желании. Конечно же, никто спорить по этому поводу не будет, то, что заработать можно здесь огромные суммы денег. Но вопрос в другом. Готовы ли вы вставать в 5 утра, чтобы работать на этой работе? Мне кажется, немногие скажут да. Потому что заработать, чтобы миллиончик, допустим, на максимальном скилле, это нужно встать в 5 утра и закончить где-то часов в 10, в 12. Плюс-минус. Опять же, это работая парой. Потому что в соло, если ты будешь работать, ты будешь возить в соло нефть. И, конечно, ты будешь ее, наверное, возить в Лос-Сантос куда-нибудь. Да, потому что если у тебя максимальный скилл, ну а куда еще тебе возить? Не в СФ же, правильно? В СФ уже возят конкретно скиллы. Это от 1 по 15. Ну, грубо говоря, вот эти вот 2 фуры, 3, которые имеются, которые едут там 66 и 60 км в час с грузом, а то и того меньше. Ну и сам понимаешь, если у тебя фуры, которые едут там 70-80 км в час, тебе выгоднее будет как раз-таки съездить в ЛС, и ты успеешь ко времени. Давайте закупимся и кому-то поможем взять за 300 долларов дерево. Потому что, я думаю, мне, в принципе, эти миллионы, эти там десятки тысяч особо не пригодятся. А тому человеку, который возьмет по дешевочке лес, я думаю, очень даже это понравится. В любом случае, поможем человеку, какому-либо там рандомному абсолютно. Ну, а мы это, конечно же, повезем все в Лос-Сантос. Потому что в СФ, как я уже сказал, на такой фуре возить что-либо куда-либо, да, там в СФ или еще куда-то, бессмысленно абсолютно. Ни в коем разе, ребят, на таких фурах не возите. Но, в принципе, если человек на такой фуре, он уже прекрасно понимает, что единственное, куда ему все это нужно возить, это в ЛС. Все-таки я так и не понял, какие проблемы у меня со скоростью и почему моя фура едет 44 км в час в данный момент. То ли это от FPS зависит, то ли еще чего. В чем проблема, я, честно говоря, ума не приложу. Потому что обычно такие фуры должны ехать, как я уже говорил в предыдущем видеоролике, 70-75. Можно, конечно, попробовать FPS-лимит установить, там, я не знаю, 90 кадров. И то есть, действительно ли поедет она быстрее или нет, что мне кажется... Нет, не поедет она быстрее. Она едет, мне кажется, ровно столько же, сколько ехала до этого. Либо, действительно, это работает от FPS, то, что, типа, чем меньше FPS, тем быстрее едет фура, либо что-то я не догоняю. Может быть, их как-то фиксанули или еще что-то, но, по сути, в мое время такого не было. То есть, фуры вот эти, это были просто, я не знаю, титаны, которые спокойно перевозили за пару минут, даже банально успевали в КД. И иногда даже были случаи, когда ты привозишь, а у тебя еще трехминутное КД не прошло. И ты там стоишь, ждешь эти 20 секунд или 30 секунд, чтобы сдать этот груз, в общем, чтобы все было по красоте. Это было, конечно, просто потрясающе. Офигенное время, реально. Сейчас вспоминаешь вот эти моментики. Особенно, если сюда зашел человек, да, и ты сейчас работал дальнобоем когда-либо там в свое время, и ты сейчас смотришь данный видеоролик. Вот чисто даже вспомни эти моменты, когда ты чисто катал вот это все дело. Каждый раз пытаясь заработать на что-либо, там, на дом, на машину. Никакого доната не было. Ничего, абсолютно, да, толком. То есть ты не донатил, ты сидел, работал, зарабатывал, прокачивал скилл дальнобойщика. Ну, а многие, по сути, сейчас этим занимаются. Прокачивают скилл дальнобойщика без какого-либо вообще доната, еще чего-то. Встают поутру. Если есть, конечно, у них такая возможность, да. Я многих знаю людей дальнобоев, которые действительно сутками просто работают. Я помню вот эти вот софты, которые телепортировали фуры, телепортировали грузы непосредственно. Да, то есть ты видишь, такой смотришь, что-то, едешь. Ага. Вот так же вот дальнобой проезжает, который, допустим, просто без груза. Но только он в сторону, там, Лос-Антоса двигается, либо в сторону SF двигается. И ты такой думаешь, слушай, так, а где его груз? А его груз уже телепортируется вместе с ним в порт SF, либо же в порт LS. И вот это было, конечно, забавно. Потом, конечно, насколько я помню, все это дело фиксанули без каких-либо проблем. И такого уже на серверах не было. Что сейчас, конечно, не знаю. Сейчас единственное, наверное, только тракудики. Но они никак не запрещены. Их можно без проблем использовать. Они всего лишь помогают тебе сдать и, собственно говоря, купить груз. То бишь, ты, единственное, выполняешь роль некого такого, знаешь, ксиста для груза. Просто перевозишь его туда-сюда. Все автоматически покупается, автоматически продается. Также ты видишь полностью мониторинг цен, который присутствует. Все это у тебя на экране без каких-либо проблем. Также ты видишь время, когда ты купил, когда ты должен сдать, через сколько минут. Все это мониторится. Все просто потрясающе в этом плане. И это, конечно, не может не радовать. Потому что, на самом-то деле, если подумать, да, то есть это хорошая разработка, которая действительно многим, мне кажется, поможет. Так, купил я за сколько? За 700. Могу сдать за 800. Кстати, вот это уже, кстати, хорошо. Слушай, и дерево еще. Ой, красиво. Ну, давай сдадим. 9 тысяч, как с куста, вообще замечательно. Привезли. Еще, кстати, и нефть. Можем также прописать, короче, трак, посмотреть на свой скил. Скил у нас 30-й, ранг 11-й. Неплохо. Мониторинг цен. А мониторинг цен я должен находиться на складе. Давай-ка подъедем сейчас тогда поближе чутка. И посмотрим, где что нам лучше всего купить. Мониторинг цен нефть ЛС... Ой, нефть... Так, мониторинг цен нефть 1, нефть 2. У нас по 500 оба. Мне кажется, сюда капец сейчас сколько людей везут. Ну, давай поехали. Нефть 1 еще сделаем по красоте. Может быть, сможем мы затащить сейчас. И забрать 20-30 тысячоночек, чтобы быть в хорошем плюсе. По хп у меня капец, конечно, полнейший. Надо сейчас будет еще захилиться. Возьмем, наверное, гриб Ед парочку. И возьмем, наверное, гриб Хелл тоже. Чтобы у нас все было хорошо. Здоровье, потому что у нас капец сейчас здоровье просело. Вот прям на ваших глазах, ребят, да. То есть буквально сейчас было там хп 30. Сейчас, хоп, резко 10 стало. То есть мы, по сути, чуть не подохли. Но это бывает такая фигня. Ничего страшного. Но мы можем спокойно, благодаря нашим грибам, так сказать, захилиться. И получить нормальный прирост здоровья. Все, здоровье у нас фактически фуловое. Давай вот так вот еще разочек, наверное, сделаем. Чтобы точно фулл был. Все, 100 из 100, все замечательно. Ну и, конечно же, гриб Ед тоже не забудем. На фулл сделаем. Благо, что у нас все есть. И всякие там психохилы и готовые грибы. Все потрясающе. 63 психохилы и 366 готовых грибов. Конечно, в данный момент работу дальнобойщика никак нельзя назвать самой прибыльной на серверах. Конечно же, очень много работ новых вышло. Очень много моментов, где можно подзаработать побольше себе денег. Где можно подзаработать скиллы различные. Повыполнять, так сказать. И благодаря этим скиллам ты сможешь зарабатывать намного больше бабла. Но все-таки работа такая, по большей части, спокойная. То есть ты занимаешься одним и тем же делом. У тебя один и тот же маршрут может быть свободно вообще. Допустим, нефть один и порт ЛС спокойно так ездить. Ну и так, если знаешь, под музычку почилить, просто поработать. Самое то, когда ты любишь более спокойную игру. То есть никаких там коптов, никаких, никакого там тулевого перестрелок и так далее. То есть никакого ролеплея по большей части. Да, ты просто занимаешься своим делом. Ну как работяга, чисто работаешь, зарабатываешь бабки. И все. Вот эта работа, конечно же, для тебя. А так работ на самом деле огромное количество, ребят. Начиная там с Казика, допустим, курпой работать. Различные лэпы, там автобусники, таксисты тоже на хороших скиллах неплохо зарабатывают. Конечно, меньше, чем дальнобойщики. Потому что все-таки такси есть такси. Они зарабатывают там 40-50 тысяч в час. Но все-таки дальнобой зарабатывает намного больше. Конечно, можешь зарабатывать до 200-300 тысяч баксов. Но это, опять же, зависит все от цен и от их образования. Потому что если найдется два каких-нибудь типа, которые просто-напросто начнут сбивать цены тебе, то это будет очень, на самом деле, плачевно. И ни к чему хорошему это ни в коем разе не приведет. Ты будешь всего лишь сливать свои кровные деньги. Потому что если цены будут сбиты, дальнобойщикам работать смысла уже никакого нет. Когда цены на пике, это где-то начиная как раз-таки с рестарта сервера. То есть это непосредственно в 5 часов утра по московскому времени. Ну и где-то примерно до 10-11 ты можешь свободно работать. Хотя даже уже в это время многие, бывает, сбивают цены. Кто-то нарочно сбивает, потому что есть ребята, которые специально начинают возить не в 2 или там лес 2 и там и так далее. И забирают как раз-таки все это, ну и сдают все это в порту SF. То есть тем самым сбивая без проблем цены. В особенности, если мало дальнобойщиков и буквально там пару человек. И может свободно там третий тип взять и сбить все цены. Так, нам, к сожалению, не повезло. Давай посмотрим, что у нас по мониторингу. Никто, кстати, еще порт LS не сдал. Удивительно, нифига себе. Я успел приехать и в порт LS еще никто ничего не привез. Давай тогда за 18,5 тысяч покупаем груз. И попробуем сейчас за 800 в порту LS быстренько все это дело сдать. Не знаю, получится или нет, но у нас будет, кстати, хорошая прибыль. 40 тонн. То есть, грубо говоря, купили мы за 500. Сдадим за 800 за каждую тонну. То есть это очень даже хорошо будет. Вон еще один дальнобойщик у нас едет на нефть 1. Опять же у меня сбавляется хп. Кстати, максимально быстро уже, вон, видишь, только недавно было 100 хп. Уже 50 стало. Надо, безусловно, лечить все эти болезни. Потому что вышло обновление на сам прп, которое, собственно говоря, может тебе накинуть любой там бронхит, прочую херню. Если ты не будешь вовремя его лечить, то при каждом, так сказать, кашле, либо какой-нибудь херне, у тебя просто будет минус половина хп. Вообще без проблем. И так можно, кстати, сдохнуть спокойно. То есть не успеешь ты доехать до точки назначения. Как хоп, у тебя перс откинется. И все, тебе придется вызывать такси. И стараться на этом такси доехать до пункта назначения, до своей фуры. Ну, а твою фуру могут еще куда-то и скинуть. Вдобавок ты ее можешь спокойно потерять. Хоть у нас и было обновление, которое связано с тем, что фуры телепортируются назад. Ну и в целом весь транспорт телепортируется назад. Если его отогнать на определенное расстояние от его стандартной точки, где ты остановился, то фура, по идее, должна телепортироваться обратно. Но не всегда. Если ты где-нибудь прямо около-около воды, то ее спокойно спихнут, и она у тебя, к сожалению, пропадет. Ну, либо придется вызывать администрацию. Так как грузы, мне кажется, такой фигней не обладают. И они спокойно могут уплыть. Я очень часто видел, когда там грузы спокойно уплывали непонятно куда. То есть ты потом пишешь администрации в репорт с теми словами, то, что говоришь. Родные, ребята, как бы вытащите грузик. А если админов пятого плюс уровня нет, либо хотя бы третьего плюс уровня, у которых там собики и так далее, и они спокойно с обеи могут ее вытащить, то это очень печально. То есть тебе придется ехать обратно на нефтезавод 1, либо на нефтезавод 2, либо где ты брал непосредственно все это дело, и стараться возвращать свой груз обратно. А если ты проехал, допустим, очень много километров, то есть, предположим, я нахожусь сейчас в гетто, и у меня кто-то отберет груз, и он там упадет в воду, и его никто не будет доставать. То есть вы представьте, только мне обратно ехать на нефтезавод 1, после чего обратно с этим грузом возвращаться в ЛС. Сейчас это просто потеря времени. Ну и мне кажется, никто не хочет терять время на такой работе, потому что есть шанс реально хорошо заработать. Я, кстати, сейчас посмотрю, сколько я смогу заработать. Я тут мальца поработал, собственно говоря, и посмотрим в конечном итоге, после того, как я отвезу этот груз, сколько же я заработал. Примерно за 5-6 перевозочек вот этой, собственно говоря, нефти, ну и одного дерева. Потому что, честно говоря, я не знаю. Опять же, я не знаю, сейчас дерево в паре делают или нет. Насколько я помню, раньше в паре делали только уголь, но почему тогда дерево не сбито, а уголь сбит, вот это мне непонятно. Либо что-то поменялось на сервере, и сейчас все-таки возят дерево, и зря я тогда дерево взял. Либо что-то тут не чисто, короче, или там, я не знаю, может я не обратил внимание, конечно, на порт SF. Может быть, там дерево было вообще по 400, а то и по 200, но тем не менее. Так, мы почти подъехали, собственно говоря, к нашему местоположению. Тут я смотрю, дальнобойщик стоит с открытым капотом. Понимаю, братишка, тебя бывает такое. У меня, кстати, еще даже урона на фуре нет. Ни хрена, я осторожный водитель, вот это я понимаю, конечно. Ну давай посмотрим. Да, не повезло мне, короче, за 500 взял, за 600 сдам. Ну давай, сдали, отлично. Paycheck я заработал 29 тысяч из возможных 100 тысяч. То есть, грубо говоря, если в идеале я буду работать, я смогу зарабатывать по 100 тысяч долларов в час. То бишь, 10 часов, здравствуй, миллион. Хорошая работа, ничего не скажешь на самом-то деле, но мне кажется, есть работы намного прибыльней. В новых видеороликах, я думаю, мы обязательно об этом поговорим, посмотрим и я все вам покажу. Ну а не забывайте писать комментарии, больше 4 слов. Ну и также не забудьте подписаться на канал. Ну и конечно же, ребят, если вас интересует какая-либо работа, пишите обязательно об этом. Я ее проверю, поработаю и возможно мы найдем самую прибыльную работу на данный момент. Спасибо всем огромное за внимание. Не забудь поставить лайк и увидимся в новых видеороликах.